Итак, всем привет, с вами ДопГ, и мы продолжим играть в Кайзер Шизу, за США, МакАртура, идем в Цезаря, и мы закончим наконец-таки гражданскую войну. Я думаю, мы доделаем вот эти вот фокусы, прекрасные, на скидке производства, да, 10% еще файтерам тяжелым, это круто. И мы наконец-таки пойдем по нашим политическим фокусам, господи, каждый раз теряюсь, их так много здесь, и вот сюда, получим мы тут кучу всего, поддержку войны еженедельную, стабильность еженедельную, людские ресурсы, там, строительство, производство, какие-то ненациональные тоже населения, и потом просто кучу военнообязанного, еще арга, смотрите-ка, ищу, господи, у нас такая арга была огромная, станет еще больше, еще больше военнообязанного населения, еще больше арги, короче, просто что-то безумное у нас будет, и я уже преобразовал нашу Дизе вот в такое чудо, но у нас так много организации, у меня есть какое-нибудь желание сделать что-то, не знаю, вот такое может быть, да, да, короче, подумаем еще, покажется что-то такое пускай будет, но я может еще поменяем, что с организацией просто очень много, у нас эти процентные бонусы, конечно, безумные, и они еще увеличатся, так что надо, надо, тем более, что мы еще и здесь тоже получим сверху организацию, господи, какая-то имба, но, в любом случае, поехали, будем мы устанавливаться от Грештински, скорее всего, и, думаю, в скором времени воевать с Канадой и разбивать синдикалистов, в общем-то, в Америке, кстати говоря, сыпь произошла в Аргентине, ну, бывает, излечу, кстати говоря, есть возможность 9 дивизий морской пехоты сделать вот такой, я думаю, это возможность, надо воспользоваться, воспользоваться, потому что, опять-таки, нам здесь надо будет много высаживаться, да и, скорее всего, не только здесь, и вот оно, пришло, конец второй Американской гражданской войны, Юг удовлетворен, угроза синдикализма подавлена, отлично, прижил еще одну угрозу, и у нас добавляются политические последствия гражданской войны, ой, тут они нам жестко все режут, но не слишком смертельно, и экономические последствия, будем мы сейчас и с тем и с тем бороться, ну, и вот оно, видите, что мы победили в гражданской войне, конечно, как обычно, в жизни сломанный интерфейс здесь этого юентика, ну, как уж поделать, ой, мы можем попросить права голоса нам обратно, давайте так и сделаем, и нам восстанавливают, отлично, минус 5 ТНП снова, кайф, это, конечно, приятно, можем потребовать Аляску, мы потребуем, но, наверное, чуть попозже, надо немножко восстановиться от, наверное, гражданской войны, новое решение для решения проблем Катузи, решение для решения, кайф, и наши врачи что-то нашли, ну-ка, интересная картинка здесь, да, так вот, медсестры поживали за больными мужчинами, ага, так, любопытное, очень любопытное решение, но раз работает, наверное, наверное, надо, наверное, работает, так, Америка из Средина, это окей, опа-на, у нас тут закона против клана, я думаю, да, думаю, с кланом надо полностью бороться жестко, мы их победили уже, не надо дать никаким таким вот радикалам снова получить какое-то влияние страны, какую-то поддержку населения, которое позволило бы им потом целую страну, так сказать, создать, хоть и временно. Кстати говоря, очень много промышленностей перешло обратно в фабрики, из военных заводов, это меня на самом деле даже устраивает, и я теперь могу сам, наверное, военные заводы строить. Тут еще какой-то вентик, конец партии коалиции, странно, допустим. В любом случае, пока что, наверное, давайте-ка чуть-чуть схолдимся с этим, что здесь нам надо 3 фокуса сделать. Давайте сделаем вот эти фокусы, чтобы чуть-чуть, наверное, где-то там экономику нам поднять, что ли. Вот, восстановление начать, потому что у нас все-таки здесь дебафы жесткие, их надо было убрать сначала, потом уже скидку возьмем. Все равно мы пока что ничего и не производим, честно говоря. Создание программы снайперов? Да, конечно. Военное положение мы ввели, отлично, политка, людские ресурсы не национальные, отдаем мы прирост населения, стабильность, давайте на стабильность, это тоже плюс-минус. Ну, баф 3% такое себе, короче, ну, ладно. Давайте-ка, надо предателей всех уничтожить. Это готово, давайте-ка, старые физеры никогда не умирают, допустим. У нас, кстати говоря, экономика снова демобилизовалась, нет, мы делаем частично мобилизацию снова, отлично, за этим оживляем снова, и давайте-ка, лояльны нашему флагу, отлично. И резина опять поступает в страну, мы опять строим самолеты. Осталась последняя Америка, отлично. Все, вот оно. Мы теперь и навсегда Среди Штаты, и мир должен знать, что это так, отлично. Можно было словить Америку. И национальное восстановление, реабилитация, фабрики, еще какое-то событие. И есть начало реабилитации, теперь давайте-ка, американский цедарь, пожизненный наш президент, сразу пропускается. нам баф дали этот? Не дали бафы. Нам не дали эту идею. Кто писал эти фокусы, прекрасные. Ну это приятный баф, там 1% населения, и 5 строительства. Да, я его хотел, блин, что-то грустно, ну ладно. Сначала восстановление, можно ли пойти? Смотри, здесь фокусы по 7 дней, давайте их доделаем уже, поддержка войны в неделю, там стабильность, или начнем со стабильности, наверное. Вот она. Убить всех предателей, либо нет. А, нет, надо убивать, я считаю. Стабильность мы еще восстановим. Ой, западное предательство не будет влиять на нас, окей. А, какие-то книжки мы там отменяем, допустим. Так, этот есть, отлично, поддержка пошла, стабильность пошла, теперь еще вот это, возьмем опять-таки вот этот еще фокус, будет сменен прожденный президент. Блин, вот, идеи-то нету. А идеи-то не дали, черт возьми. Очень грустно, очень грустно. Все сейчас пойдет качаться, у нас поддержка войны, стабильность, хотя у нас пазва и так сотка, кстати говоря, так что наверное не начнет. Ну, ладно. О, нет, нормально, смотрите-ка, все, фух, слава богу, Рестором Фокси нам все-таки дали, это отлично, сейчас у нас население пойдет мобилизоваться, господи, мы с тотальной мобилизацией будем сидеть. Ну, можно сказать, вот это тоже покачать, политические, видите, постановление политическое, а здесь постановление, я так понимаю, экономические, да, инфраструктура, промка, ой-ой-ой, это все очень нам надо. И вот вопрос, да, вот экономические последствия здесь уходят, давайте тогда сюда. Начнем с экономики, потому что там ТНП и строительство, и производство нам все это важнее, чем просто стабильность и поддержка войны. О, смотрите, как китайцы объединились против Японии, единый фронт. Так, кстати говоря, фронт действительно единый. И они сейчас все, да, они объединяются, отлично. Японцы будут остановлены. Нам это, в принципе, скорее выгодно, потому что мы все-таки будем фронт задушить, и можем атаковать Филиппины, чтобы доказать всем, что мы, не, ну, слушайте, это, конечно, интересный вариант, интересный способ доказать, но у нас флота здесь нету, я, в общем-то, неоткуда даже страдовать наше вторжение, но, наверное, вот отсюда. Давайте тогда делаем себе морскую пехоту, и да, пойдем атаковать Филиппина, почему бы нет. Мы еще не восстановились, но уже наши империалистические планы можно начинать совершать. Кстати говоря, отправлю Атташе туркам, почему бы нет. В целом, они по своей правящей партии недалеки от нас, можно, можно чуть-чуть помочь, ну и плюс опыт отформить. Можно было бы еще в какую-нибудь Испанию что-нибудь отправить, но я думаю, войска мы тут отправлять не будем, в том смысле, что будем считать, что мы, как бы, ну, еще восстанавливаемся, наши войска еще не готовы действовать за границей. А, святой отец осветил земли Франции? А? Что это за такое? Бог с нами, ну, допустим, что-то очень непонятное произошло, но допустим. И потихонечку, потихонечку мы сейчас будем восстанавливать нашу экономику, пройдемся по вот этим трем фокусам, это восстановит 3 из 5, я так понимаю, или подождите, 10 НП, возможно, там будет сокращаться вот это восстановление, просто здесь я видел три шага, здесь я вижу еще тоже шаги, или они, типа, просто будут сверху что-то, давайте посмотрим. Ну да, восстановление замедляется, видите, 10, сейчас минус 5, ну, в любом случае, приятно, надо восстанавливать наши ТНП. И вообще, пока у нас баф на скорость строительства именно в фабрик, у нас такой вот есть как раз таки от реконструкции, давайте чуть-чуть фабрик подстроим, потому что 109, но это немножко маловато для Америки, да, поэтому что-то еще где-то может и получим по фокусам, хотя вроде и нет, но почему, почему бы чуть не подстроить, в принципе, военно-звутов нас хватает, чтобы сейчас настроить нормальную армию, да, а потом мы еще подстроим сверху. О, индийский флир с американским бизнесом, что-то интересное, ирландская прибыль минус 2 ТНП, с половиной, это нам надо, слушайте, ТНП пока что улетает, хорошо, здесь у нас, видите, плоды, ирландская прибыль, это 7 с половиной, стабильность еще потом даст там, туда-сюда, глядишь, мы и к нулю потихоньку приблизимся, о, еще готова дамба, супер, инфраструктура, это всегда приятно. О, вот произошел эльзанский ультиматум, и пошла война возле вот этих ребят, потому что мы пока что в нее вмешиваться не будем, нам нужно заниматься своей стороной, как бы готовить нашу армию, в один момент обязательно, я думаю, мы свое слово скажем. А вот Антанта движется к возвращению в Европу. Кстати говоря, заметил, что у нас тут есть еще интересный паф на плюс 6, максимальный размер армии генерала. Это выглядит, кстати говоря, очень неплохо, давайте тогда нашим генералам добавим дивизии до тридцаток, ведь они могут тридцатками владеть, верно? Почему бы нет? Подождите, или нет? Максимальный размер армии генерала, плюс 6. Я неправильно посчитал, этот парень просто обмелый штабист. Куда бы делось этот плюс 6 тогда? Странно. Да, я в любом случае дам ему плюс 6. Еще я хотел бы на самом деле, вот сейчас следует средний самолет новый, я бы хотел исследовать механ и начать механизированные войска делать. У нас в принципе есть на это время, есть на это экономика, можно потихоньку нашу армию делать поеледней. Итак, промышленную мощь Америки мы взяли, это пока что потерпит, давайте вот сюда, восстановление американских дорог, и вот эти все прекрасные бафы возьмем, точнее, уберем дебафы. Инфраструктура есть, идем, целикосхозяйственная промышленность, говоря, нам даст два бафа по 100% на исследование, кайф. Уже вот-вот мы восстановим нашу экономику, супер. Там кто-то делает КБ. Я понял, я так и подумал, кстати говоря, это видимо знак, что нам пора наш флот отправить на Гавайи. О, смотрите-ка, снайперов, можем чуть выбрать опыт армии или опыт флота, ну, опыт армии, хотя мне это тут уже почти не нужен. Давайте армия, логично, что нам как бы нужно снайперов в армию, верно? У нас авиационного не хватает единственного опыта, это да. Ну, кстати говоря, была конференция в Калифаксе и она провалилась. Не смогли договориться британцы и, ну, в принципе, Антанта и Респакт и будут они в отдельности воевать. Ну, мне, в принципе, без разницы. В конце всех хотят, чтобы мы могли им против Японии. Технически я мог бы и отказаться, но я не хочу отказываться. Надо только наши планы немножко поменять, да? Насколько далеко мы вообще сможем прыгнуть? Мы сможем прыгнуть до Японии? Тогда зачем себя ограничивать? Флот у них не такой уж и большой. Я думаю, мы сможем с ним справиться. Следовательно, что? Следовательно, планируем выстку сразу в Японию. Сразу можно вообще в Токио. Не уверен насколько это реально, но в чем черт не шутит? Попробуем. Вроде как все сюда назначились, да. Единственное, мне нужно будет туда как-то армию перетянуть. У нас есть здесь некоторые ребята готовы к действиям боевым, но нужно понимать, что им будет не хватать в портов. Я не могу все в армии просто на Гавайи засунуть, там у них не будет столько снабжения, поэтому давайте сюда в порты. Наверное, что вообще здесь на Гавайи? Здесь как на Гавайи все уже и так горит, так что да. Пускай ребята ждут там. И чего нам не хватает? В нашей дивизии машинок не хватает, надо их поделать. Изменить рундель. Господи, что это за рундель? Политка на опыт авиации, допустим. Допустим. И да, мы уже в войне находимся, так что тренироваться, или давайте тренироваться будем вот так, через шифт, чтобы только те корабли, которым нужно было тренироваться, тренировались. Хотя я бы вообще их починил бы перед этим. И конечно же отделил бы все подлодочки. Ну в принципе так мы почти что готовы, я думаю. И мы полностью восстановили нашу экономику. Вообще можно было бы даже не доделывать эти фокусы, что ли. Ну типа нам не сильно. Давайте вот это нажмем здесь непонятный фокус. Сейчас, наверное, ради, так сказать, ради лора давайте все-таки добьем все эти фокусы. Мы как бы должны восстановить нашу реконструкцию. Ну и 15% скорость строительства военозаводов нам тоже не повредят. И можно перейти на военную экономику, но на всеобщем мы не можем. Драги слишком слабы. Что поделать? Господи, сколько у нас мэн пауэра будет, конечно, ужас. А там Павла Лиссабон, все говоря. они просто прошли через Испанию или что? Не очень понятно, или они высадились на Францию. Странно. В любом случае тут у них был успех, а вот сюда успеха особо нету. Я вижу, что Бельгия сама переходит наступление. Ну там, скорее всего, немецкие войска, но тем не менее. Ну, как я часто говорю, в этом моде, конечно, синдикалисты в очень плохой ситуации. Их намного меньше, чем у их противников обычно. И мы уже начинаем работать против японских конвоев. Вот здесь вот, я пригнал сюда наши подлодки. Видите, тут у них есть вот этими ребятами, ну, как обычно, да. Поэтому будем работать сразу вот так. Почему бы, как бы, и нет. Как бы, вот почему нет, здесь куча авиации. И этот регион мы все-таки игнорируем, наверное, вот так вот оставим. А и Филиппины, кстати говоря, японские. В японском муляции. Поэтому давайте вот так вот будем блокировать наверно море. Исследовал я, кстати говоря, механ и реактивную артиллерию. Они у нас пойдут в дивизии скоро. О, я бы хотел, наверное, вот это только взять в период, чем вот этих фокусов закрывать. Потому что здесь, блин, плюс эффективность производства, вот это все, нам бы это пригодилось бы. И запретен не Матрон. Ого, что это такое? А звучит, как что-то ядерку? Нет, подожди, а, ясно, игра какая-то. Прикольно. Но мы, кстати говоря, вот и насчет ядерки я вспомнил, нам бы ее начать исследовать. Как минимум от исследования можно уже начать. Вообще, мне очень не хватает ячейки исследований. Честно, а она здесь вообще будет пятая? Или Америку здесь реально оставят с четырьмя ячейками исследования? Или вообще, по-моему, в этом моде, что ли, много у кого всего четыре ячейки? Что-то не помню. Оба-на, смотрите-ка, можем судить их, ребят, у нас новая компания откроется. Ну, блин, у нас так нормально компания есть. Из-за этого я вижу, танковых у нас нету. Давайте попробуем, посмотрим, что вообще нам дадут. Ну, и нам ничего не дали. Нам дали боинг, что ли, у нас его не было. Еще здесь каких-то ребят не сильно мне интересных. Я бы сказал, вообще не интересных. Это, не знаю, у меня мой прекрасный концерн есть, намного лучше. А танковых так и нету. Да, танковых так и нету. Давайте, подожди, может, там тоже такой вот баг, что надо вверх поднять? Нет. Все так и нету. Так что мы не будем никого прощать. Так что, да, мы староцениваем как предателей. Так, Бразилия просит инвестиции, допустим, и что нормальная идеология. Ну, пойдет, пойдет. Патернализм, в принципе, как у нас. Так, наши вот эти ребята готовы. В принципе, давайте наш флотер его остановит и будем пробовать какие-то боевые действия начинать уже. Сделаем вот эту прекрасную вещичку на производство. И что? Флот в флот качать там пахов почти нету, кроме вот этой скидки. Там где-то была, я помню. Но только исследование нам это не нужно. Это нам, наверное, тоже пока что не нужно. Да. Давайте добьем уже вот эти все вещи. Хотел сказать я, но нет, мы пойдем на самом деле доделаем реально полезные вещи. Это 10% скидка вот здесь и 10 10 страт бомбардировки и 10 стоимости. Это нам надо. Heavy Cubans. Это что? Это танки? Блядь, надеюсь, это танки. Это танки. Ладно, их можно разрешить, потому что у нас вообще не было ни одного. А нам бы их начать делать. Кстати говоря, на тяжелые танки есть 15% скидка. Это вообще неплохо. Но я бы, наверное, что-нибудь на средний нашел. Но есть на средний, но сейчас я найду какой-нибудь концерн. Я думаю, противопехотная надежность самый нормальный вариант, потому что по количеству у нас и так будет промка, а надежность и противопехота. Ну, то есть у врагов в основном будет пехота, так что противопехотная самота и надежность опять-таки позволит нам больше всего на него повесить. Авиационные компании мне не интересны и морские компании мне тоже не интересны. Промышленные, блин, там могло бы что-то быть интересное, но у нас и так уже отлично. Я не думаю, что там может найтись что-то получше. Осталось давайте-ка дотреним нашу авиацию на авианосах. Наши, собственно говоря, самолет, в принципе, доделаем. И потом уже, я думаю, мы можем собственно говоря стив бойкс, и мы можем конвертить. Вместо того, чтобы производить, я так, кстати говоря, поделал бы. И мы можем уже видеть японские приказы по флоту. У них вот здесь вот есть некоторый флот. Но кроме этого, все стоит на приказах ударного соединения. То есть по факту, нигде у них нету больше флота. И это значит, что нам нужно будет поплыть вот сюда и здесь заразить конвои, чтобы выплыл в флот и с нами подрался. Скорее всего, именно так наша битва и будет проходить, я думаю. Итак, скидка есть. Давайте теперь что? О, теперь мы можем мексиканским сделать что-то с мексиканцами. Непонятно, что это. Ну, что-то разблокировалось там. И там это неинтересно. И здесь тоже моя к демократии. Это что? Это если выборы будут. Выборов у нас не будет. Так что давайте-ка сюда все-таки пойдем. Поубираем вот это чудо. Ну, ладно, я думаю, они готовы. Давайте-ка рейд конвоев вот сюда. Да. И, блин, вот эти ребята, они там что-то тоже рейдят, но... Не так интересно. Куда ты поплывешься, кстати говоря? Вот вот сюда. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Я бы даже, наверное, знаете, как сделал? Отделил бы все-таки их наконец-таки сюда. И оставил бы как раз-таки вот на рейде вот этих территорий. В принципе, пускай... Ладно, здесь уже вроде ничего нету. Вот так пускай все родится. А, вот этим, конечно же, убрать вот эти. Будем сейчас сражаться с японским флотом. В один рейд мы тем временем произошло. О! Синдикалисты что-то начали делать в Италии. Как будто даже успешно, но так себе. На самом деле. Пошла, короче, в Европе войнушка жесткая. А Россия, скорее всего, все еще начали на расслабонии. Не атакуют. Ну, непонятно, что там происходит в России. Когда-нибудь мы, может, узнаем. И мы делаем просто невероятную машину смерти-убийства. С четырьмя двигателями. Стоит это чудо 57. Просто безумная стоимость. У нас есть скидка. А, видимо, это за скидкой, да? То есть без скидки это стоило еще дороже. Ужас. Но это будет уничтожать все. Объективно говоря, нельзя так, не надо так делать. Это невыгодно. Типа, выгоднее сделать поменьше самолетов, точнее, побольше самолетов с меньшими статами, да? Потому что это ой, оверпрайс очень. Но мы на Америке, мы хотим получать удовольствие игры, так сказать. Так что пофиг. И здесь, наверное, нам особо даже нечего менять. Единственное, может быть, здесь у нас есть противника оружия 2? Нету. Тогда можем здесь, наверное, закрыть. И на этом все. И у нас здесь топлива не хватает. Надо оперировать. Так что давайте тогда займемся вот этим. Верните, пожалуйста, в нормальные воды. А, ну, видите, здесь, видимо, наш флот слишком большой. Прям слишком. Чтобы нормально здесь опереживать. Давай-ка ты это поближе куда-нибудь вот сюда. Или... Знаете, что мы можем делать? Здесь никого нет, а здесь кто-то есть. Тем не менее, давай сюда. Вот отсюда пускай попробует поработать. А, мир произошел с кем-то талии? Да, отлично. Как отлично? Я просто рад, что происходит нечто, так сказать, что помогает синдикалистам, потому что иначе было бы все слишком одностороннее. Ну, теперь Австрия вступила, и, блин, я думаю, все плюс-минус теперь сравнялось. И нашел я позицию, в которой мы можем все это покрывать. Начинаем нашу высадку в Японию. Ну, а закончим ее, я думаю, уже в следующей серии. А это, ребята, подошло к концу. С вами был Лобгей. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, ребят. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока.